Предупреждением и противодействием дестабилизации ситуации внутри своих стран сегодня озадачены все ведущие державы мира. Только за последние несколько лет количество противоборствующих сторон, будь что Америка, Китай, Европа, Британия, Россия, Украина, а также число цветных революций и информационных атак только нарастает. На этом фоне стабильность внутри государства становится одним из главных показателей действующей власти. Вот и в Америке в канун выборов вновь разыграли черную карту. Соединенные Штаты охвачены беспорядками без преувеличения от южной до северной границы, от восточного до западного побережья. Происходящее уже больше напоминает гражданскую войну. Армия временами ведет огонь на поражение. Города охвачены не то грабежами и погромами, не то партизанщиной. Расовый бум охватил и европейские страны. Кто и что стоит за потрясениями в Штатах, рассказывает Олег Романов. Последний раз Вашингтон видел подобное более 200 лет тому назад. А Белый дом вообще не видел никогда, поскольку его выстроили заново. Как раз после сожжения англичанами в 1814. Дымы пожаров застилают людям глаза. Треск отдельных выстрелов сливается в залпы. Над полем битвы стоны боли мешаются с воплями атакующих и отступающих. Где-то в паре сотен метров отсюда президент с женой и сыном в окружении охраны торопливо спускается в бункер и задраивает за собой бронированные двери. Белый дом ожидает штурма. Невозможно предсказать, чем этот штурм закончится. В нескольких кварталах отсюда уже разграблены и горят три особняка. У службы безопасности есть все основания ждать бунтовщиков в резиденции. Репортаж от ограды здания, где обычно вершится большая планетарная политика, похож на окопную хронику. Полиция начинает применять слезоточивый газ. Многих демонстрантов задело гранатами, некоторым выедает дымом глаза. Всюду горят урны и мусорные баки. Я вижу, кто-то пытается поджечь деревья. Если у него получится, здесь будет настоящий ад. Минувшей ночью в стране арестовано более 4 тысяч бунтовщиков, а комендантский час введен в 140 городах страны. Крупные населенные пункты введены части Нацгвардии. Пока общим числом 5000 человек, но власти готовятся откомандировать больше, много больше. В отличие от полиции, гвардейцы экипированы бронежилетами и вооружены крупнокалиберным штурмовым оружием, который без раздумий пускают в ход. Но от этого уже мало толку. По стране сожжены или разграблены, а часто разграблены и сожжены сотни магазинов и автомобилей. В калифорнийском городе Ла Месса бунтующим этого показалось мало. Здесь покусились на святая святых, на банки. Захвачены и разграблены отделения Чейза и Юнионбэнк. По мародерам ввела прицельный огонь полиция. Остров Манхэттен, святая святых города Желтого Дьявола, также находится по ночам в полной власти мародеров. Во всякой городской герилье трудно отличить бандитизм от идейного насилия. Их не особенно различают и сами городские партизаны. Мы делаем это, чтобы они в следующий раз 10 раз подумали, прежде чем убить черного парня. Пусть прежде остановятся и сообразят, не приведи Господь, опять начнется буча. Сообщения, из которых состоят новостные ленты, выглядят как сводки с полей гражданской войны. В Нэшвилле свергнут с постамента памятник. В Луисвилле завязалась перестрелка гвардейцев с толпой. Погиб один человек, двое тяжело ранены, еще пятерым хватило перевязки прямо на месте сражения. В Чикаго за последние дни погибли 16 человек. Власти затрудняются точно ответить. Это воюют бандиты или законопослушные граждане начинают давать отпор бунтовщикам. Последнее тоже, возможно, ведь президент-то разрешил. Ну честно, не мной сказано, если кого-то грабят, надо стрелять и убивать. Вы поглядите, что происходило вчера и позавчера. Это творилось всюду, и оно во всех смыслах правильно. Если мы видим грабежи, то в грабителей стреляют, иногда их убивают. Но это, конечно, плохо, и мы бы этого не хотели. Столицы тоже ввели комендантский час. Это было сделано еще до столкновений под стенами Белого дома, но от них не спасло. Как не спасло от грабежей десятки и даже сотни магазинов, магазинчиков лавок. Столичный мэр в бессильном отчаянии взывает к президенту. Это безумие. Крушить чужую собственность, нападать на полицию, провоцировать применение насилия. Мы не можем позволить уничтожить город. Я думаю, президент должен искать пути к национальному примирению, но ни в коем случае не провоцировать насилие. Сам Трамп видит в происходящем заговор против себя. Большая часть бойцов, что дают сражение полиции и надгвардии, состоит в активистах движения «Антифа». У них конфискуют зажигательные смеси, их зовут анархистами и террористами. Они представляют собой сетевую структуру, охватившую Штаты от побережья до побережья. У них есть деньги, у них в достатке сорвиголов. Они пользуются массовой поддержкой молодежи и вообще горожан. Ужасно, просто ужасно. Полиция насквозь продажна. Единственное, чем они занимаются – коррупция, коррупция, одна только коррупция. Очень много людей убито, и нет этому конца. Нет больше мочи терпеть этот повсеместный расизм. У нас уже был черный президент, но это только начало. Систему надо ломать полностью. Грядущая ночь тоже вряд ли обойдется без пожаров, облаков слезоточивого газа и стрельбы на поражение. В городах нацгвардия по вечерам выстраивает задержанных вдоль улиц десятками и сотнями. Но в стране 40 миллионов безработных, сотни тысяч голодных, многие из которых доведены до крайности. Если все пойдет как сейчас, в городах вереницы арестантов будут свиваться вокруг домов во многие кольца. А тем временем от Европы до Канады выходят на улицы люди, готовые поддержать американских бунтовщиков. Олег Романов, Татьяна Волкова, агентствователи новостей.